1 столовую ложку сахара, 2 столовые ложки уксуса, заливаем горячей кипяченой водой полстакана, но не кипятком, все размешиваем до растворения сахара. Я уже нарезала половинку средней луковицы, заливаем полученным маринадом и оставляем примерно на полчаса. Привет, друзья! Сегодня приготовим вкуснейшую, быструю, ароматную пиццу на тонком хрустящем тесте, но при этом совершенно не будем тратить время на замес теста. Беру один сладкий болгарский перчик, удаляю семена и нарезаю небольшими кусочками. Мелко нарежем пучок зелени укропа. А для основы нашей пиццы будем использовать замороженное слоено-дрожжевое тесто, 500 грамм. Я заранее достаю его из морозилки, минут 20 пускай побудет при комнатной температуре, и нарезаю на квадраты произвольного размера. Дополнительно раскатывать тесто не нужно, выкладываю его на пергаментную бумагу. Сверху намазываем вашим любимым томатным соусом или кетчупом. Каждый кусочек посыпаем сушеным базиликом. Далее посыпаю зеленью укропа, использую половину общего количества. У меня немного осталось тушеного фарша с морковью и луком. Начинку, в принципе, можете использовать любую, на ваш вкус. Друзья, надеюсь, вам понравится такой простой и быстрый рецепт, и вы поделитесь этим видео в своих соцсетях, пожалуйста. Далее посыпаем нарезанным перчиком, он придаст нашей начинке сочность. Лук уже готов, сливаем всю жидкость и также выкладываем его на каждый кусочек. Также я добавлю тонко нарезанную вареную колбаску. Один-два свежих помидорчика очищаем от сердцевинок и нарезаем на тонкие ломтики. Заранее ставим разогреваться духовку на 210 градусов. Готовые мини-пиццы отправляем в духовку на 20 минут, температура 210 градусов. После этого достаем и посыпаем сыром, натертым на крупной терке. Понадобится примерно 100 грамм. Сверху добавляем оставшийся укропчик и отправляем в духовку еще на 5 минут, чтобы расплавился сыр. Друзья, пахнет просто обалденно! А как же это вкусно! Хрустящее тесто, а на нем сочная начинка! Обязательно пробуйте! Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр и до новых встреч!